Это была самая сложная клиентка за всю мою 12-летнюю практику. Одиннадцатый размер, это, наверное, уже в данном случае не украшение, а проблема. Вот, и когда мне прислали эту героиню, я думаю, вот такого я еще не знаю. За счет правильной конструкции, за счет правильного подобранного размера, даже большая грудь будет держаться. То есть можно даже прыгать, делать колесо, и оно будет на месте. Если у вас есть возможность его показывать, то даже если вы наденете просто какую-то грузку, и будут видны стрепы, это нормально. На Новый год, чем вам не образ хочет самый ресторан? Такая, быстро забрать влагу от тела и вывести ее наружу. Вот из такой же ткани, но они будут с мягкой чашкой. Отдельной миссией у нас встал вопрос с послеоперационным бельем. Здесь сделаны специальные кармашки, куда можно вставить протез, если он есть. Дорогие гости, разрешим представить Татьяну Соколову. Это директор франчайзера УВСити Идеал Фонс. Она основательница бренда. Она профессора номер один в России. Это человек, который о груди знает все и немножечко больше о том, как правильно носить бинталфер. Потому что в нашем обществе как-то не очень принята культура отношения нижнего белья. К этому всегда отводилась какая-то второстепенная роль. Его же не видно, правильно? Важнее, чего у тебя сверху шубу красивую купила и пошла. Это все видят. А какое у тебя белье, знаешь только ты. Поэтому о ценности женщины, о том, как вы сами к себе относитесь, судят обычно по тому, какое вы носите белье. Поэтому я думаю, что Татьяна сейчас покажет и расскажет, как это должно быть правильно. Спасибо, Наталья. И поможет ей. Вот она у нас есть модель Анастасия. И будет нас сопровождать Михаил. Он немножечко поснимает. Я здесь уникал. Ну, давайте будем начинать. И немножечко вкратце вам расскажу, с чего все началось. Почему вот у нас такой формат. И чем мы отличаемся от всех остальных магазинов нижнего белья. Почему именно так? Я сама родом из Карелии. Уже много лет живу в Санкт-Петербурге. И, собственно, бизнес я начинала в Санкт-Петербурге. Я начала свой бизнес именно с корректирующего белья. Но коррекция работает таким образом, что если на тебе неправильно. Белья, в частности, без галтера, оно это выдает. И мне все клиенты стали говорить, так, слушай, ну вот я тут такая же теперь ровная твоя красивость, так хорошо сидит. А что у нас без галтера? Тут все болтается, в лямке падает, грудь свывается. Грудь не твоего размера. Она говорит, ну ты одень меня. У меня было очень сильное сопротивление по поводу нижнего белья, потому что мне казалось, что ну его же целые магазины. Бери, не хочу. Она говорит, а я не могу на себя ничего найти. Потому что кругом один поролон, кругом один кушар. Мне куда? Ладно, поняла. Запрос принял. Я привезла классику. Потому что коррекция в основном черная и бежевая. Думаю, ну отлично, будем закрывать базовые потребности. Ну и мои клиенты все когда-нибудь себя удовлетворили в плане классического белья. Я говорю, Тань, давай теперь красивая. Ну и, собственно говоря, пришлось привезти моды. И вот так вот благодаря, собственно, моим же клиентам мы и стали развиваться. Так как, ну, Санкт-Петербург город большой, женщины там сильно избалованы, у нас большой процент был заказов из региона. Они просили, Тань, я хочу научиться, вот научись, что это такое, да, вот что за брофитинг такой. И вот все, конечно, классно. У меня вот, когда мне есть потребность пойти и купить это у себя где-нибудь в магазине. Я хочу понимать, как ты это делаешь. Так родился курс. То есть у меня есть курс по подбору белья. Он был предназначен для обычных женщин. Но за два года он перерос в профессиональный курс. Собственно, все мои партнеры, у нас сейчас 20 салонов по стране, все их сотрудники, вот как Наталья, они все проходили обучение по этому курсу. Сейчас он 63 часа. Мы выдаем удостоверение гособразца. То есть у нас есть аккредитация. Сейчас мы получаем международный сертификат. У нас будет международная школа брофитинга. То есть, ну, уровень мы свой повышаем. Плюс сейчас у нас создается ассоциация брофитеров. То есть мы хотим добиться того, чтобы эту профессию признали как профессию, чтобы ее внесли в реестр, чтобы мы официально назывались профессионалами. Ну, лашмейкеров уже добавили. Чем брофитеры, собственно говоря, хуже, да? Я не хочу вас сильно грузить теории. Вкратце скажу, что такое брофитинг. Бра – это бюстгальтер, фитинг – это подбор. То есть подбор бюстгальтера. Салоны брофитинга отличаются от стандартных магазинов, размерной сеткой и выбором форм чашек. Каждая из вас была в обычном магазине. Вы все прекрасно знаете, что там 4 пояса и 4 чашки. Так, условно, 16 размеров. У нас размеров 220. То есть, начиная не от 75-го там до 90-го пояса, а начиная от 60-го, заканчивая чуть ли не 120-м, 125-м. Ну, это очень крупные женщины. Их, конечно, меньше. Некоторые размеры выводят под заказ, потому что, ну, просто это вот какой-то уникальный, например, размер. Но, в то же время, чашки у нас могут быть до N, N, O и туда. Дальше по алфавиту. Ну, Y, Z, нет, Y, Z еще нет, но вот S и T, да. Такие, ну, это очень редкие размеры, но, да, женщины такие есть. У нас последний пример был на курсе. Одна из лет писала, что Татьяна, у меня клиентка 85О. И вот писала вам фотографии. Да, я вышла и думала, вот это ОГО. Ну, последний из таких сложных случаев, это... Меня приглашали, как эксперта, на передачу «На грани» по НТВ, может, что-нибудь увидел. О, классно. Да, да. Это «За гранью». Позвольте потрогать. Да. Это вот так выглядит одиннадцатый размер грузия? На ощупь, как дрожжевое тесто. Она победила рак селезенки, но после курса химиотерапии грудь начала расти, как на дрожжах. И теперь у Холиды Олешиной из Уфы одиннадцатый размер. Это груди такие, такого размера. Сколько они весят, Холида? Ну, килограмм 10, нам точно. Одиннадцатый размер, это, наверное, уже в данном случае не украшение, а проблема? Очень тяжело ходить, наклоняться, убираться, спать тем более. Постоянно приходится их подмывать. Ничего не могу. Очень тяжело дом по дом, хозяйство делать, полы мыть там. Во-первых, на поясницу сильно отдается. Я вот так уже в последнее время вот так хожу уже не могу. И спать, все время спать. То туда, то туда, то на подушку. Иногда сижу, иногда на корточке сплю, иногда вот так вот лягу у меня. Мне это самое тяжело потом. Вот так вот сплю я, вот так под подушкой, вот так сплю. Я в гости не хожу, я себе вещи не могу подобрать. Бузгальтер не могу себе подобрать. Холидани покупает новое белье годами. Виной тому одиннадцатый размер груди. Не могу подбирать себе бузгальтер, не знаю. Тут 130, а тут 150 у меня. А если сниму, они вот так вот 50. Вся эта большая грудь, она вся висит вот здесь. И нам бы надо все это дело поднять гораздо выше. И вот эта часть, она должна сидеть максимально близко к грудине. То есть вот эту всю грудь мы должны с вами поднять и собрать. То есть чтобы это все было выше. Когда мы ее с вами поднимем, у нас с вами что появляется? Далее. Вот, и когда мне прислали эту героиню, я думаю, вот такого я еще не увидела. Я вспомнила. Ее на море отправили потом. Да, да, да. Это первая передача, которая посмотрела. Да, да, да. Вот это судьба. Да. Прямо из нашей студии и пасмурной Москвы Халида Олешина вместе с супругом Валентином переносятся в солнечную феодосию. На море мы. Вот я тут. Собственно говоря, вот, да, у нее очень, очень большая грудь и большая она еще в том плане, что у нее очень большой птоз, 56 сантиметров. То есть она сама по себе, ну вы видели, да? То есть она по себе женщина невысокого ростика, где-то метр 155. И представьте, что 56 сантиметров из этого эта птоз еще рост. И это, конечно, был для меня квест, потому что, ну вот, у нас не было возможности, чтобы она пришла куда-то в салон, померила. То есть мне прислали фотографию, сказали, привези что-нибудь. Это, вы знаете, такая проверка на профессионализм. Я, конечно, когда я ее увидела, приживую, а они же еще прислали замеры, типа 130 на 150. Я думаю, ну, я ее привезла. А потом, когда я ее увидела и когда я ее сама замерила, там вообще другие замеры. Думаю, ладно, все понятно. Да, мы ее переодели. Очень сложно подобрать что-то идеальное на такое состояние груди. Но это было гораздо лучше, чем то, в чем хотела она сама. Со мной вместе в гримёрке был пластический хирург, который, она же, у нее же цель была уменьшить груди. Она очень хотела сделать резекцию груди, то есть прям совсем ее убрать. И пластик был сильно против, потому что при состоянии ее здоровья, как бы она сразу со столома отправилась в реанимацию. И он мне потом и говорит, что, он говорит, вы когда ее переодели, представляете, что она заставили переодеваться прям там, да, под камерами. Это для меня был стресс, я не представляю, какой это был стресс для нее. А может и не надо делать? Так может и легче будет, да. Да, и не надо, посмотри, как красиво. И вам цвет идет, и грудь просто богатая. О, красота. Ну, красиво, смотрите, правда здорово. Хареда, вам удобно, скажите? Ну, так-то легче, конечно, но мне все равно надо операцию. И, он говорит, даже мне было видно, что стало гораздо лучше. То есть мы подняли грудь, когда грудь поднимают, то сразу, понимаете, дали. Да, ну, она была непреклонна, она все-таки настаивает на операции. Ну, это там уже их дело. Но для меня это был нереальный опыт, вы знаете, нереальный стресс. Нереальный стресс, но это была самая сложная клиентка за всю мою 12-летнюю практику. Ну, давайте мы уже будем показывать. Мы сейчас сюда пригласим нашу модель Анастасию. Настя, проходи, пошли. Ну, надо же показывать, чтобы было прям, чтобы вы видели все. Настя, расскажи, пожалуйста, в какой ты размер покупаешь в магазине сама? Я не запоминаю. Я прихожу и говорю, вот. Одинательный, да, один. А можно я посмотрю? Есть? Да. Это сейчас для ее девушек. Это что-то? Это девушка мангл, да? Да, да. Да, да. Да, у нас здесь 95F. Или, подожди, подожди, не 85. 95F. Светы шикарные, да. Да. Да, у нас очень красивые девушки. Какие основные ошибки? На самом деле, все допускают эти ошибки, потому что у нас никого не нужно. Как подбирать белье. У нас ни бабушки, ни мамы вообще не умеют подбирать себе белье. Поэтому все идет из разреза на глаз. Или вот если ты девушка плюс, да, ну, чтобы для меня такая же история, главное, чтобы застегнуться. А так как-нибудь затихает. А если, например, девушка постройнее, ну, свободненько и нормально, да. Я хочу не по такому принципу. Я хочу, чтобы у меня не парашютистые были лямки. А, вот это тоже, да. Нет, широкие лямки. Мне это очень важно. Будь кормящая? Нет. И не рожавшая. Нет, просто Анастасия очень активно стройнеет. И вместе с ней стройнеет ее грудь. Да, в печали. Да. В чем, какая самая основная ошибка? Чаще всего это слишком широкий пояс и маленькая чашка. То есть, как поднять, что пояс широкий? Настя, ты можешь поднять ручки? Вот посмотрите. Видите? Да? Вот у нее. Ага. Да? И вот перемычка у нас не лежит между грудью. А вот она сильно болтается. То есть, если мы... Каждый может это сделать. Вот пояс своего бюстгальтера просуньте ручки и попробуйте оттянуть. Вот у меня просох проходит только два пальца. Сколько пальцев проходит у вас? Все. Все. Все и еще даже больше. А вы желтый. Да, у вас хорошо. Не, у вас широко. Вам большой этот пояс. Это мой грудь. Можете не раскрывать. Я вас так. Тоже широко. Можно так, а уже. Можете застегнуть это там. Молодец. Да. Это нормальная стандартная соль, потому что вот из разряда, чтобы застегнуть. Если мы посмотрим сбоку, Суш, ну днись, пожалуйста. Где расположена косточка? Да. То она вот здесь вот. Вам видно? Да. Вот она впивается в молочную железь. То есть, вот это классический пример, когда слишком большой пояс и маленькая чашка. А я знаю, с какой родным. А я знаю, с какой родным. 90. Да, 95. Да, там написано 95F. 95F. То есть, ну в принципе, F это... Производитель, кто не секретился. А я сейчас скажу. Ланомод. Ну понятно. Лилы. Ну что такое? Ну, в общем, что было, ну это нормально. Это так очень часто бывает. Непонятно. Главное вот, чтобы влезло и чтобы было хоть как-то. Но при этом вы видите, да, что здесь тос. То есть, грудь опускается. Да. Да. Опущение, да, растяжение. То есть, нам хочется ее поднять повыше. Про косточку я начала говорить. Вот эта косточка, она давит в молочную железу. Мы зачастую, так как здесь нету большого какого-то скопления нервных окончаний, мы чаще всего не чувствуем. И вот представьте, мы ходим вот так год, два, десять, двадцать. Вот вы готовы... Еще вес тяжелый? Ну, у Насти не такая тяжелая грудь. То есть, у нее такая смешанная железисто-жировая. То есть, когда она прям железистая, она прям тяжелая, она плотная. Вот как вы сисечку трогали, вот она такая. И она еще тяжеленная. То есть, здесь надо смотреть еще по самому составу, по плотности груди, как она. Сюда ведет. Но, вспоминайте туфли. Вы когда носите узкие туфли, что происходит с вашим пальчиком? Знамена. Да. Когда женщина снимает руки, лифте давать себя, чувствует самая счастливая. Да. Потому что она начинает образовываться натоптыш. Да. Там, где тело чувствует дискомфорта, что-то хочется. Я его привлекла. Там еще кто-то. Многие. Наталька. Да, он сейчас не уйдет. Он такой, а может это не уходить в вас. Мы работаем по записи. Объясняю почему. Мы только по записи. То есть, нам нельзя вот прийти вот как этот мужчина. И сказать, что он хочет подобрать. Да, да, да. Потому что, когда приходит к нам клиент, мы вот так же закрываемся, запираем дверь. И целый час у нас идет подбор белья именно одной конкретной женщины. То есть, сначала мы с ней беседуем с этой девушкой. Объясняем, какие у нее бывают проблемы при подборе белья. Спокойно беседуем, пьем чай. Идем примерочно. Подбираем ей базовый размер. То есть, ну, от чего мы будем отталкиваться. Я сделаю замеры. И, соответственно, мы определяем ее размер, который у нее реально. Подбираем базовое белье. И потом уже я приношу то, что есть в наличии, например, по ее запросам. Что-то красивое там. Или, наоборот, как бы там черное, белое, бежевое. То есть, ну, в зависимости от потребностей девушки, чего ей нужно. И она выбирает то, что надо. То есть, на это белье уходит час. Готов. Да, ты откуп. То есть, у нас это обычный базовый бюстгальтер. Мягкая чашка. Такая каплевидная форма. Это потому что груди у нас, на самом деле, много. То есть, как оказалось, да, что когда они были пониже, казалось, что не так это, а когда начинаешь собирать всю массу груди, ее оказывается предостаточно. Плюс вот эта грудь, ну, специально, чтобы вы увидели, вот эта вот грудь чуть-чуть побольше, видите, да? То есть, вот здесь хочется прямо еще чашечку побольше взять. А когда это прямо вот сильно видно, что делать? Либо мы берем прямо открытый бюстгальтер, да, такой демонстрирующий, либо максимально закрываем, для того, чтобы когда вы надеваете блузки, бадлоны, да, не было всем видно, что у вас тут 4 сети, или что у вас вот здесь вот край бюстгальтера. Поэтому, когда женщина начинает говорить, о, что вы мне дали бабушкин бюстгальтер, он же всю мою грудь закрыл. Так он на самом деле будет самым универсальным. Его не будет видно. Да. Здесь у нас нет никакого подкроя, хотя Анастасии подойдет еще и чашка с боковым подкроем. То есть, он может тебя вот так. То есть, он еще визуально вот так вот и сузит, да? То есть, он поднимает грудь. Поднимаем грудь, у нас что появляется сразу? Далее. Далее. А, да, вот может быть такая вставочка, либо я потом вам пущу, покажу, как это выглядит. Здесь у нас моделька вот с усиленными брителями. Как они? А здесь они тебе не кажутся, что они... Нет, эти парашюты мне не кажут. Ну вот это тоже еще один, кстати, стереотип, когда девчонки с большой грудью наоборот просят, у меня надо широкую бритель. У меня мама такая, Таня, мне узкий бритель не надо. Чтобы вы понимали, у меня мама 80G. Ну, она где-то килограмм на 20 меньше меня. Они говорят, у меня такая грудь, я такая толстая. Я говорю, мама, перестань, а? И мне надо обязательно широкий бритель. Так вот, на самом деле, ширина брителей к поддержке груди не имеет никакого отношения. Брительки нужны лишь только для того, чтобы регулировать бюстгальтер по росту. То есть весь вес груди должен приходиться на пояс. Ну, соотношение такое, примерно 80 на 20. Понятно, что с брителями нам всем комфортнее. Но если посмотреть, как работают бюстгальтеры без брителей, то есть они же держат грудь за счет пояса. То есть на большую, возможно, без брителя. Да, да, да. Просто здесь сейчас нет, а так вообще они и до 105 пояса, и до хорошей большой чашки. За счет правильной конструкции, за счет правильного продобранного размера, даже большая грудь будет держаться. То есть можно даже прыгать, делать колесо, и оно будет на месте. И клей-момент. Да. Вот здесь вот у нас сейчас, конкретно эту чашку мы подобрали 90H, но эта чашка большимерка, поэтому 90I. По этой груди я бы даже взяла бы вот конкретно 90I, 90Joker. Надо каждый раз примерять, потому что разные бренды могут отличаться, естественно, по размерности. И даже в одном и том же артикуле одна и та же модель может иметь разную полноту. Почему? Потому что белье, например, темного цвета может маломериться. Потому что черный краситель, он усаживает ткань, и чашка может быть меньше. Хотя казалось бы, что, ну там, да, точно так же. Лекала те же самые 100%. Но может отличаться. Здесь специально сделали мягкую бретельку. Это по запросам именно клиентов. Это бретель и плюс, и одновременно минус, потому что если женщина будет высокая, поверните, пожалуйста. Да, вот видите, она регулируется только здесь. Вот иногда по ростовке может не подходить. То есть на это тоже надо обращать внимание. Мы сейчас покажем еще одну чашку, но уже такую сексуальнее, чтобы вы не думали, что брофитинг это только про что-то бежевое. Про что-то бесформенное. Хотя на самом деле я, все, можете переодеваться, я на самом деле за мягкую чашку. Почему? Потому что эта грудь, никаким образом, точнее, эта чашка, эта форма, этот тип чашки никак механически на грудь не влияет. Я, например, против пушапов, против каких-то очень таких сильно поднимающих, сдавливающих грудь, потому что это механическое воздействие на грудь. Нам никому это не надо. Слишком маленькая чашка при массе груди, неважно какой, она еще, мало того, что вот это уплотнение образовывается, происходит еще и перемещение грудной массы. То есть у нас на самом деле делится грудь, и она начинает уходить куда? Сначала в подмышку, а потом на спину. Ну, вот, наверняка видели крупных таких, больших женщин, которые ходят, и ощущение, что вот так вот у них руки. Да, они руки сложить не могут, потому что у них вот здесь вот все, очень всего много. Вот чаще всего, это же не только жирочек, да, это еще и может быть на самом деле грудь, а так как грудь у нас может быть разного типа, и если она жировая, то она вообще может туда-сюда. Поэтому, я всегда говорю, это вот из разряда, когда весь жир в сиске, то есть надо укладывая грудь, собирать ее всю из подмышек, когда ее будет больше, а визуально вы будете уже, стройнее. Поэтому обязательно, когда вы надеваете бюстгалтер, мы его не просто надели, но грудь обязательно там распределить. Для того, чтобы хосточка никак не влияла на молочную железу, надо ее укладывать под грудь. То есть, это у нас чашка полупоролоновая, вот здесь вот тонкий поролон, это еще один из страхов девушек по большой грудью, зачем мне поролон, у меня и так будет. На самом деле, он нужен не для того, чтобы добавить объема, он нужен для того, чтобы собрать грудь. Вы же видите, что у нее, она совсем по-другому выглядит в этом бюстгалтере, да, что у нее вот здесь сбоку все собралось к центру, и сколько красоты сразу открылось нам, да, при этом здесь есть тонкий поролон, но он тоненький и никак объема не добавляет, наоборот, собирает грудь. А здесь, сейчас я скажу, немножечко может отличаться, здесь у нас 90i, как раз таки. То есть, ну, она более открытая, более открытая, поэтому она ее здесь нигде не перерезает, да, там у нас чашка была вот здесь, а у Насти здесь есть полнота, поэтому ей такая форма даже лучше смотрится. Ну, стрепы это хит, он... здесь нет, здесь не отстегивается, есть бюстгальтеры, на которых они снимаются, но на самом деле, сейчас белье, это знаете, если у вас есть возможность его показывать, то даже если вы наденете просто какую-то блузку, и будут видны стрепы, это нормально. То есть, сейчас белье, это как элемент образа. У нас будет очень красивая коллекция именно зима, там будут прям вот на большие полноты очень красивые чашки, они будут тоже вот бретельками идти, и еще одна будет идти вот сюда. То есть, если, например, с какой-нибудь черной шифоновой блузкой, и там, например, под Новый год, и с какими-то под шумами, с какими-то брюками, это будет очень вписываться в деталь, потому что верхняя часть будет с таким вкраплением типа люрекса, то есть на Новый год, чем вам не образ в тот же самый ресторан. И все, хотя казалось бы, ничего такого особенного, просто надели интересное белье. А сейчас я хочу попросить, да, Наташа, вы можете идти переодевать пусорочку. Наташа, поможете? Одевай белый. Специально покажу тонкую звонку, для того, чтобы не думали, что только на большие полноты. У нас есть вообще большая проблема найти и 60-е, и 65-е пояса, особенно для стройных девочек. То есть у нас девушки с пышными формами, они чаще всего страдают, если они могут чашку найти, куда пикнуть свою красоту. Им приходится брать какие-то огромные пояса с огромными чашками, чтобы грудь где-нибудь в районе пупа. Так вот, про эту косточку. Я пока не дошла до определенного веса, я была за эту косточку. Но когда у меня выросла грудь, я стала носить пояса с этой костью, я когда садилась, мне эти кости делали синяки наживать, ну вот здесь сбоку. Я так намучилась, я их вырезала, я их вынимаю. И я обратила внимание, что у профессиональных брендов на линейке плюс, то есть от 80-го и выше. У них этих костей нет. Потому что они действительно надо с учетом роста обязательно подберут. Кто-то не страдает. А вот у меня был тоже такой момент. Я с одной стороны сидела, думала, что же мне все время с одной стороны болит. И вечером я пришла, у меня прям был синяк. Я когда вытащила эти кости и вот так вот сложила их, одна косточка была длиннее другой буквально на 2 мм. Но эти 2 мм создавали через 3 часоноски просто ад. Думаю, господи, какое счастье. Теперь я делаю просто. Я покупаю брызгалтерейки сразу вырезали, если они там есть. Все, и не мучаюсь. То есть не надо мучиться, лучше их вынуть. Хотя кто-то говорит, наоборот, мне очень нравится, мне тело держит. То есть у них весловая грузка в том, чтобы вот если здесь много всего, чтобы удерживать пояс от того, чтобы он не сворачивался. Но на самом деле на профессиональном белье пояса дешевых брызгалтерах они попросили как в сроке. Ну вот Даша нам пришла показать. Здесь абсолютно гладкий брызгалтер, тоже мягкая чашка. То есть это не поролон, просто сетка, но он ламинированный. То есть если она наденет какую-нибудь тоненькую, гладенькую кофточку, это тоже не будет видно. И поднимет ручки. Вот она поднимает руки, видите, он не двигается вообще никак. То есть вот у нее косточка сидит четко под складкой груди, нигде и не вдавливает. Здесь бы я тоже взяла бы чашечку более закрытую, да, но муж, чтобы показать. И вот у него здесь есть большая боковая поддержка. То есть вот вы посмотрите, вот она здесь есть. Если мы посмотрим по поясу, то есть вот мы застегнулись на самую крайнюю и дальше двигаемся, если вдруг пояс становится уже как-то тебе слишком комфортно. Почему может быть жестко, в своем новом бюстгальтере. Вообще приличный производитель белье крахмалю. Поэтому часто бывает так, что примеряя в магазине у вас все хорошо, через 2-3 носки вам кажется, что бюстгальтер начинает жить своей жизнью. Вы крутитесь, пояс крутится. Чуть какое-нибудь движение руками сделали, бретельки начинают спадать. Бретели спадают не потому, что они растянулись, а потому, что пояс широкий. То есть пояс не фиксирует, не фиксируется на теле, начинает подниматься наверх, бретель начинает спадать. Что касается плотности бретельки, здесь надо ориентироваться на собственные ощущения. условно 2-3 пальца, пальцы у всех разные, поэтому это очень условно. Надо чувствовать свои ощущения. У нас часто бывает такая ситуация, что у нас вообще женщины про себя как-то очень в последнюю очередь, и они когда в примерочном у некоторых такой шок, что она вообще ничего сказать не может. И у нее осознание вообще как ей в бюстгальтере часто к ней приходит, когда она дома ее начинает примерять. И тут у нее начинается там либо где-то что-то жмет, либо где-то что-то давит. Понятно, что если вы все время ходили в домашних тапочках, а теперь вам говорят, а теперь ты будешь носить ортопедическую обувь или лодочки, то тебе какое-то время может быть не комфортно. Поэтому в нем надо пожить. Обязательно. Но я всегда рекомендую выйдите, присядьте. Вам надо понять, как вам будет с костями. Кости бывают разные. Бывают такие очень жесткие косточки. Обычно это на больших полотах, где надо держать прям большую царскую грудь. На небольших и средних поясах чаще используют гибкие кости. И они рассаживаются по форме ребер. То есть у некоторых бывает такая прям очень круглая грудь или выпирающие ребра. Вот они чаще всего мучаются от костей. Страдают. Давайте переоденьте спортивный гибкалтер. Про спорт обычно все говорят ой, дорого, ой, да зачем мне надо вообще я возьму свой старый гибкалтер и в нем буду потеть, что я буду новой гордить. Так вот, вообще наше белье, которое выносят ежедневно, оно не предназначено для того, чтобы его носили в спортзале. И вот у нас все в спортзале почему-то говорят про накачанные вообще не говорит о том, что происходит в грудь. Сесть на беговую дорожку и начинаете бежать. Я, например, бегала вот так. Потому что она же начинает скакать в сторону. И ведь это же больно. На самом деле, когда мы даже с вами просто быстро начинаем идти, наша грудь начинает двигаться по траектории перевернутой восьмой. То есть не только вверх, а и в сторону. Для профессиональных брендов в Великобритании есть университет, который проводит тесты в спортивных бюстгальтерах как раз на сокращение колебаний грудь. Так вот, давай, проходи. Профессионалы говорят о том, что спортивный бюстгальтер должен быть максимально закрытым. То есть он должен закрывать ложбинку, для того, чтобы фиксировать грудь. При этом в идеале, вот чтобы это не превращалось в моногрудь, когда это называем какой-нибудь а-ля топик из каких-нибудь известных спортивных брендов, как будто бы спортивный бюстгальтер. Для девочек он может быть и спортивная мальчика, а для женщины это так, ни о чем. Поэтому здесь нужен хороший спортбрат. у нас точно так же косточки располагаются под грудью. Если кто-то хочет без костей, такой вариант тоже может быть, но надо понимать, что такого хорошего разделения груди без каркасного бюстгальтера вы не добьетесь. У нас каждая грудь условно в своем домике, чтобы не было никакого натирания, не было прения, потому что вы же когда начинаете двигаться, вы же потеете. Задача такая быстро разобрать влагу от тела и вывести ее наружу. Вот этот бюстгальтер разработан специально для нас, для нашей сети. Когда мне бренд показал, что у них есть из спортивных бюстгальтеров, мне нужен хороший спортбрат на средний размер груди, потому что есть на очень большую грудь, естественно себестоимость его достаточно высокая, мне нужно что-то на среднюю грудь, потому что эти женщины чаще всего не готовы платить по 7-8 тысяч за спортивную бюстгальтер. Они мне показали свой, я говорю, ребят, в этом бюстгальтере классно делать селфи. Все. Он очень классный, очень красивый, он подойдет для стройняшечек, для малышечек, а этот уже переделанная версия. И когда я показала, какой должен быть, они у меня его забрали и прислали первый образец кому накопит. То есть на самом деле это создано специально по просьбе Idealforms, и я этим несказанно горжусь, потому что на первой выставке, когда его показали, он был в черном виде, вот хаки это уже вторая. Модель в новом сезоне он выйдет в разных расцветках, и этот же каркас взяли для купальников, что тоже, я сказала, слушайте, ваши купальники можно скоро залучить, потому что он тоже будет достаточно плотный, но он будет очень с красивыми расцветками, такими вот топовыми, которые сейчас в самом тренде. и никто никогда не скажет, что это спортивный белье, потому что у нас его умудряются носить с рубашками, каким-нибудь а-ля спортивным стилем, но это на самом деле спортшип, то есть если вы посмотрите, как он сделан в конструкции сзади, то есть вот такая вот спинка, это сейчас тоже тренд, бренд панаж, это один из ведущих профессиональных брендов на профессионального белья, они в этом году своих скотт-бра тоже сделали вот такого типа спину, раньше у них были просто обычные брители, и можно было на джокер застегивать, то есть делать крест-накрест, сейчас они разработали похожую спинку, и сделали застежку на магните, вот так этот магнит не расцепляется вообще, то есть был вопрос, не станет ли он хуже ну тогда вообще теряется весь смысл, да, мы тестировали, да, в Москве он не расстегивается, но вот это отличная альтернатива по доступной цене для среднего размера, мы специально сделали так, чтобы спорт-бра стал доступен основной категории женщин, к сожалению, на большую грудь надо тестировать дальше больше, и уже как бы есть один из лучших бюстгалтеров зачем мучиться, да, вот, мы сделали такой свой, и сейчас мы вам покажем в Эдбербранд, пока передаш переодевается, я хочу пригласить Настю, и показывать спорт-бра размер, допустим, у меня 80H, я подбираю его тоже 80H, ну, надо померить, но вообще, да, но здесь надо смотреть, как, во-первых, чем вы занимаетесь, да, потому что, если вы на йоге, это одно, а если у вас там конный спорт, то это совсем другое, я хотела показать вот эти сорочки, специально для большой груди, они на самом деле отшили тоже по нашей просьбе от размера S, потому что у нас есть стройные девушки с большой грудью, а нам что? смысл в чем? Для чего эта сорочка нужна? Женщина, у кого большая грудь, сон, это отдельный вид, то есть ты, когда ложишься, да, происходит что? Растекание. Она поехала в разные стороны, потом ты, если как-нибудь легла, она где-нибудь замялась, я, например, обычно просыпаюсь от того, что что-то мне как-то дискомфортно, я ее там зажала, простите, как-то, то здесь получается как? У нас здесь резинка, она прям под грудь укладывается, здесь есть боковой подкрой, но специально сделана здесь вот эластичная сетка, чтобы она вот отсюда не выпрыгивала, потому что, чтобы с утра не развязывать этот узел из бретели и груди, особенно у кого есть мальчики, то есть у меня, например, сын любит там с утра мама, я подожди, сейчас я тут уложусь как надо, да, то есть чтобы вот этого не было, вот выбираем так, есть разные фасоны, но мы остановились на этом фасоне вот без регулирующей бретели, он гораздо комфортнее для сна, я попробовала и ту, и другую, в этой гораздо комфортнее спать, вариант, где с регулирующей бретелькой я взяла дома, ношу как с ракан, чтобы, например, не носить пускалтер, конечно, мы в этой сирочке не моем полы, не прыгаем, да, для того, чтобы вот, а спать, лежать царицей на диване, это все может быть, и вот там такая красивая получается у нас спинка, я когда первый раз померила, муж мне сказал, ну так и ходил, разные расцветки, вот это вот в синем, это индиго, есть еще сливая, есть черный, есть молочный и бежевый, вообще у нас отдельная линейка на плюсиков, пассивность, домашней одежды, на дальше вот шортики, но мы, правда, их там зацепили, так, чтобы даже из них не выпало, сетка начинается от 48-го, вот, вот это вот у нас Вандербрав, а, Наташа, отдайте, пожалуйста, его, вот, в бежевом варианте, свежелке, в чем его уникальность, это вообще запатентованная технология, вы наверняка слышали этот бренд, да, это вот из разряда, когда сам бренд становится именем нарицательным, как форма чашки, на самом деле, Вандербрав, это первый бренд, который придумал пушап, и вырегистрировал его, в чем фишка, вот внутри, как будто бы пальчики, видите, кости, то есть, визуально, как будто бы, чьи-то руки поддерживают вашу грудь, ощущение, да, что? Как? Нет, ну, никто не держит, нет, никто не держит, но, очень комфортно, из-за того, что нет лямок, ну, то есть, ты, комфортно, нет, действительно комфортно, наклонись, можно даже попрыгать, он не упадет, наклонись, наклонись, он просто широкий, он просто широкий, да, слушайте, тут все хорошо, поверьте мне, это 65F, тут прям, все нормально, то есть, вот здесь, вот можно будет, вообще, эта чашка немножко маломерят, вот, именно в черном цвете, но, его надо примерять, но он до 85H, она у нее стоячая, а вот та, интересная, разную, разную держит, разную, пальчики, так как может работать, то пальчики, разная, ну, там же глубина, то есть, здесь важно, на самом деле, правильнее посадить, вот многие девочки, например, стесняются, вот этого вот места, да, на самом деле, это не жирочек, девочки, это, это дополнительная грудь, это хвост сперса, так называемый, то есть, это обнаружено, вообще, не так давно, американским хирургом, это дополнительная грудь, у многих здесь, даже бывает родинка, даже у кого-то сосочек бывает, она даже набухает, родинка, ну, визуально, да, и когда, например, девушка беременна, наливать молоко, даже вот это место, может тоже наливаться, и она есть у всех, вот абсолютно у всех, если вы это в каталогах белья не видите, знайте, что это за фотошоп, да, на самом деле, есть у всех, ну, во-первых, нам еще с вами рукой надо двигать, да, как-то, то есть, если этого совсем не будет, можно подобрать белье, которое будет скрывать, то есть, за эластичным кружевом, это все скроется, жесткую бретель сюда брать нельзя, потому что туда руками двигать не сможешь, да, она будет вот здесь вот резать, и будет очень больно и дискомфортно, но, если, например, здесь будет платье, все это закроется, оставить красивое декольте, оно не будет спадать, повернись, спинка, пожалуйста, да, вот здесь вот вы сможете потрогать, здесь у нас силиконовые капельки, которые держат, то есть, Даша уже попрыгала, если бы был размер чашечки, Настя, чашка 85-м, 8-м будет сильно мала, так-то мы обычно еще и показываем на больших девчонках, чтобы, ну, там прям, чтобы показывать, так показывать, спасибо, Даша, что хотя бы на это согласилась, чтобы вам показать, как это делать, поэтому можете потрогать, а вы знаете, на самом деле, у меня есть клиентки, которые носят его каждый день, особенно летом, она говорит, я хочу надеть майку с тонкой бретелью, и не париться, мы когда, у нас в аккаунте, может быть, у Натальи, у нас девушка была, вот у нее как раз-таки последняя чашка, 85-й, она по себе очень такая, пышная, грудная, и мы когда на нее надели, она говорит, господи, какое счастье, она говорит, нет бретелей, и это действительно кайф, это действительно кайф, и он действительно хорошо удерживает, главное подобрать, конечно, не на любую грудь, конечно, если она прям будет сильно пустая, будет передавливаться, будет в декольте, может вытекать, конечно, надо обязательно подбирать белье, с учетом формы и типа груди, без этого мы никуда, поэтому у нас и представленность разных форм, да, не обязательно должен быть пушап для того, чтобы сделать декольте, здесь на самом деле пушапов-то нет, то есть он сам по себе своей формой делает, такую ложбинку, есть вариант с низкой перемычкой, и он и без пушапа сделает декольте, но только надо ли оно на каждый день, или может быть наоборот, когда оно будет повыше, более закрытое, когда вы не думаете, видно ли, не видно, передавливает, не передавливает, а так надела и пошла по своим делам, спасибо большое, раздевайся, плюс у нас есть еще и корректирующие белье, но как бы не было вокруг него очень много стереотипов, сейчас нижнее белье, это не что-то такое, знаете, тугое, слишком давящее, с костями, с какими-то крючками, нет, сейчас коррекция, это больше ко второй коже, Наталья, передайте мне бодик, давайте я его покажу, так, кажется, что он совсем, вот когда начнете его трогать, будет казаться, что он такой совсем тоненький, такой вот вообще, ну, кажется, ни о чем, на самом деле, он очень хорошо корректирует, при этом у него гладкий край по ягодицам, для того, чтобы, если вы надеваете юбку, брюки, да, чтобы не было 4 попы, то есть не 4 груди, может быть еще и 4 попы, и внутри, я вообще коррекцию смотрю всегда внутри, потому что с виду, ничего не понятно, у него здесь сделано усиление, именно в зоне живота, да, то есть фронтальная, вот здесь сделано усиление, из сетки пауэрли, то есть вот она, двойная, вот такая вот сеточка, она эластичная, но достаточно плотная, эту же сетку используют и в бюстгальтерах, она может быть разной плотности, может быть очень мягкая, а может быть очень жесткая, по спине, здесь усиление сделано на половинку спины, то есть вот эти вот самые наши бачка, да, складочки, которые многие стесняются, на самом позвоночнике не делало ничего, ну, то есть комфортнее на самом деле, когда, то есть там жарко бывает тогда, когда слишком закрыта спина, вот эта модель, моя самая любимая летом, когда надо надеть какое-то платье, да, а после родовой живот, виден во всем, вот эта штучка выручает всегда, это два икса, это уходит под грудь, да, то есть чтобы, могли надеть любой бюстгальтер, почему я против белья с чашками, потому что у нас женщины себе бюстгальтер правильно подобрать не будут, а что уж говорить про коррекцию с чашками, коррекции есть разные, есть шорты, есть трусики, ну, я считаю, что боди, это такой самый универсальный вариант, да, многим не нравится, здесь вот внизу крючки, но на самом деле, это такое дело, которому надо просто приспособиться, а он носится как-то, без трусиков, то есть трусиков, ну, вообще, можно без трусов носить, то есть здесь хлопковая ластовица, то есть можно носить без трусов, например, у испанцев, это вот Изабелла Мора, у вас тоже есть в эти боди, у них ластовица вообще махровая, то есть специально сделано, чтобы... ну, да, да, ну, скажем так, да, да, чтобы если вы без нижнего белья, там, потому что попа, такая вся в сеточку, да, чтобы чувствовать себя... слушайте, не щекотит, лет 7 ношу, ничего не щекотит, да, да, мы привыкли, да, вот, я думала, это мафра, толстки, не мафра, вот, таких вот комбинаций, таких вот платьев, конечно, эта модель не на каждый день, это под платье, да, обязательно надо учить в длину, но она очень классно работает, когда у вас платье прям в облипку, да, и надо, чтобы было гладкое бедро, без трусов, без колготок, в нем встроенные трусики, и оно, в этом плане, конечно, будет идеально, хорошо бы его носить с чулками, то есть чулки видно не будет, вот он выглядит вот таким образом, тонкая с тонкой уже разделась, да, ну ладно, это 2х, ладно, не будут ее раздевать, то есть, вот этот подкрой идет вот здесь, у бюста, то есть и грудь будет смотреться тоже хорошо, ручки здесь эластичные, но они очень символические на самом деле, они никакой нагрузки не несут, и вот если мы выбернем, вот видите, трусики застегнуты, то есть вот они, с длинными трусами, то есть на свидание нельзя такое, жжу, ну а вот секрет, как там что расстегнуть, нет, раздеть он не сможет, это будет квест, это будет вечер без продолжения, но на самом деле, мы сейчас ждем очень красивый боди, вот из такой же ткани, но они будут с мягкой чашкой, то есть, конечно, без бюстгальтера, это смотрится очень так эротично, но если, например, даже просто на работу его надеть, можно бюст вниз, сверху, это бодик, и, например, жакет, да, или там кардиган какой-то, и там брюки или юбка, то есть никто не скажет, что это прям совсем нижнее белье, то есть, ну будет видно, что что-то какая-то кружевная штучка у вас внизу надета, но не скажет, что это прям вот так. Отдельной миссией у нас встал вопрос с послеоперационным бельем, да, поскольку у меня очень много клиенток после онкологии и после операции, и стала проблема в том, что найти что-то красивое после операционного белья практически невозможно. Наташа, покажите. Мы сделали первый образец, и пока он очень сырой, и я пока, ну как бы, знаете, мы не пускаем его там в серийное производство, потому что нам очень нужна обратная связь, мы специально не стали делать его каким-то супер-супер, нам была важна доступная цена и функционал. Понятно, что он будет не на каждый размер груди отрабатывать, но по просьбам девушек, то есть мы сотрудничали с фондом в Москве, собрали обратную связь, брали обратную связь у девчонок из фонда Новосибирский отдельно, прям, они прям приехали, все, кто хотел поучаствовать, мы снимали с них мерки для того, чтобы выявить, какой же размер чаще всего запрашивается. То есть здесь сделаны специальные кармашки, куда можно вставить протез, если он есть. Ну кто-то, я знаю, что умудряется покупать подвесгалтер домой, потому что он выглядит как красивый бралет, никаких костей у него нет, здесь все закрыто, здесь внизу комфортная резинка, но у меня здесь есть вопрос несколько вот к этому шву, насколько он комфортен, потому что если где-то есть рубец или шов, если это было сделано недавно, ну еще и грудь может быть на ощупь такая, если частично ее удаляли, она может там запередевать, то есть много всяких моментов, которые может рассказать только женщина, и нам важно, чтобы они попробовали, поэтому вот это наш некоммерческий проект, это наш такой пилотный проект для того, чтобы как-то помочь женщинам, дать им выбор, дать им возможность носить красивое белье, потому что неважно, есть у тебя грудь, нет у тебя груди, женщиной ты не перестаешь быть, и тебе хочется быть красивой, и коль у тебя уже что-то произошло, хочется хотя бы здесь получать какую-то радость и удовольствие, что ты можешь быть, как и все, ты можешь носить красивое белье, тебе не обязательно носить какие-то бабушки-варианты в белом, бежевом или только черном цвете, потому что дальше у нас проект сделать его в каком-нибудь цветном варианте, плюс, ну и такая же схема, как обычно у бренда бывает у них, они делают и бюстгальтеры, и трусики разных форм из одного кружева, и получается такой конструктор, то есть вы можете любой бюстгальтер с любыми трусиками сочетать в зависимости от того, какие вы больше любите. В продолжение этой же, так скажем, социальной миссии, у меня была давно идея запустить косметическую линейку. То есть у нас проблема в чем? В том, что у нас никто вообще не говорит про самообследование груди. То есть у нас об этом начинают говорить только тогда, когда женщина уже с этим столкнулась. Никто не рассказывает девочкам, что вообще надо себя бы хорошо бы раз в месяц хотя бы пальпировать. И когда с женщинами разговаривают, то чаще выясняется, что что-то там нащупывает у них их мужчина, потому что он к ее груди прикасается чаще, чем она сама. Вот для того, чтобы так не было, это у нас такая первая версия. Мы запустили производство своего крема для груди. Если есть образец, Наташа даст попробовать, как он на аромат. То есть у нас здесь василек и розмарин, он очень такой ненавязчивый. Следующим продуктом будет масло для груди, потому что крем он достаточно такой легкий, чтобы вы, например, утром могли спокойно там после душа нанести на декольте, себя потрогать, что все хорошо и побежать на работу. Не ждать, когда он там впитается. Следующим продуктом будет масло для груди. Масло будет плотнее, более жирное, потому что по рекомендациям гинекологов они сказали, что надо было пожирнее, чтобы питание было лучше. Поэтому мы сделаем еще и масло. В идеале у нас будет полноценная линейка из геля, соли для ванны. То есть мы из краба еще, кстати, мелкодисперсного. То есть чтобы можно было даже как набор подарить подруге или как дополнение к подарочному сертификату. В общем, это такой наш пилотный проект. Ну, кто еще не трогал сисечку, можете потрогать. Здесь на самом деле фишка, чтобы нащупать, не надо слишком сильно давить. Потому что то, что такое маленькое, оно находится на поверхности. Чем сильнее вы давите, тем меньше вычкупать. Собственно, грудь то же самое. Не надо ее сильно там вмять и пытаться себе что-то найти. Это как мамологи рассказывают. Некоторые находят у себя ребра и очень переживают в этом поле. Вот. Поэтому не надо так, да. Нежно, ласково к себе. То есть пальпация делается не для того, чтобы сюда что-то найти, а для того, чтобы знать, какая ваша грудь, когда она здоровая. То есть если вдруг что-то пойдет не так, вы сразу это поймете. На этом у нас все. Я сейчас Наталью приглашу. Кто хочет, пожалуйста, пока я здесь, я вас лично могу отбрафитить. Да. Вау. У меня есть слово. Отбрафитить. Да. Наталья, расскажите, что у нас, вы же подарки раздавали, что у нас в честь открытия получают наши гости. В честь открытия я положила вам всем пакетик подарочный сертификат на 500 рублей на первую покупку. Так что, если вы запланируете приобрести у нас белье, у вас будет приятный бонус. И дальше у нас есть система лояльности UDS, которая позволит вам накапливать баллы, как кэшбэк у вас будет в каждой покупке. Начальные 5% и в дальнейшем до 15% кэшбэка можно будет накопить. И плюс в том, что наш кэшбэк, вот эти баллы, можно полностью обменять на белье. То есть это не на скидку вы будете копить, а именно на белье. То есть накопите 3000 баллов, вы придете и заберете бесплатно без галтера. То есть вот в этом плюс. 16 это уже люкс. Средний диапазон где-то от 3 до 5 тысяч. Это тот без галтер, который будет отрабатывать. И это не 2-3 раза, это в течение года. Дешевое белье это то, которое стоит до полутора тысяч рублей. Оно одноразовое, оно очень быстро умирает. Особенно если белье большая, тяжелая. А у вас оно есть такое? Нет. У вас не будет белье. Мы говорим про вас. Какие марки, например, вот дешевые? Меловица, например. Ну, меловица очень эластичная. Чрезмерно эластичная. Причем та меловица, которая расшивается в самой Белоруссии, она отличается от той меловицы, которая продается на территории России. На территории России продается Китай. А виктория, то, что продается у нас здесь, это Китай. Ну, вот на мне сейчас. Я его купила в середине лета. А вот я его сейчас уже не могу носить. Пояс тут же растянулся. За две с половиной я его покупала. Пояс через две недели растянулся, через неделю вылезу. Ну, это, по-моему, 85H. По-моему. Меловица совсем другая. Мы в девяносках. В конце девяноски. Да. А он потому что убегает вниз. То есть, когда я его вот только все поправлю, все хорошо. Тянет такие ткани. Вот на каком-то тоже известное. Вот на мне кон-то мне вот уже подмышки просто давят на то, что больно. Да. Профессиональные бренды, ну, в основном профессиональные бренды это Великобритания и Польша. Великобритания не всем подходит, потому что есть способность. У них же еще взрослые, крупные. Груди у них часто всего большие. Хотя сейчас нас такая волна будет посетить. Там они приходят все, как она говорит, это Великобритания и самые крупные. Они говорят, наших бы женщин бы увидели, что ни в одну самую максимальную чашку не можем вместить большую грудь. То есть, хочется еще дальше. Я уже даже написала фабрику, вы гутушки, но сделайте 8-8-5-х дальше, потому что не хватает полной. Поляки ближе к нам по строению тела. То есть, они же тоже в основном своей массе славянки. и больше подходят по ростовке, по ширине косточек, то есть, по форме груди. Они нам ближе. Они сейчас приблизительно уже в той же самой категории, что и Великобритания. Хоть и ближе к нам находятся, но из-за евро, и из-за у них же поднимаются цены на сырье, то есть, у них очень долго была стабильность. Они сейчас в некотором шоке пребывают от того, что у них растут цены. Сейчас они себестоимость передали. передали, и оно из-за этого еще дороже становится. Но я могу сказать, даже если у нас все перекроют, даже если у нас будет он стоить в два раза дороже, я не откажусь от этого, потому что я обратно в Меловицу ни за какие деньги не соглашу свернуться, это чтобы вот здесь они у меня были, и вот этот пояс, ты же устаешь от нее. Она же в какой билет? Нам нет Крисмайн? Ну, Паш, нет, это польский бренд, гладкая гладкая чашка, девушки, я могу греть. Да, покажите, пожалуйста. Нет, это Бра Ультра, это формованная чашка, а спейсер, к сожалению, у нас спейсер, вот это вот как-то по-русски. Сейчас я объясню, что такое спейсер, это не поролон, это такая 3D материал, вы его когда трогаете, он так пружинит, но суть в том, что это формовка, и она формируется определенного размера, и, например, на мой размер, она не будет держать мою грудь, моя грудь сломает эту чашку, сейчас здесь у меня 85А, он ее сломает, то есть это надо на такую мягкую девичью грудь, нет, можно на средний размер, ну, на вас будет хорошо смотреться спейсер. У меня просто проблема, что у меня часто как бы убивается сок, и становится он под одеждой, и я вот не могу. спейсер тоже, да, может. спейсер, вот я тоже вмерила просто, и тоже все видно, он бляж, здорово, я не знаю, но кто-то стесняется, а вот Бра Ультра, он чем хорош с тем, что это это тоже поролон, но это в спиннинге поролон, это, знаете, кто-то, мне так нравится брафитер, каждый там разгаляется, как может новые материалы, там, т.д. вот прям новые технологии, ну, господи, как бы поролон, так поролон остался, просто его по-другому обработали, и он стал, то есть если в обычном поролоне вы приете, то в этом не приете, то есть через него дышишь, он пропускает воздух, и он никак не можно, вот даже если ее вдруг прихлопнет шкафчиком, дверцей, она не сломается, то есть спейсер сломается, то есть заломчик появится, внутри ниточка треснет, и этот залом будет виден, то есть он становится непотребного вида. когда на поролон то же самое, да, схлопните чашку, вот часто бывает по Вандербранде девчонки переживают, что вот его перевести это целая эпопея, да, да, то есть когда вот приходит партия, надо каждый бюстгальтер просмотреть, чтобы не было этих заломов, а пытаешься его там отпарить паром, чтобы он выпрямился, да, потому что если его на самом деле сильно зажать, он может сломаться внутри, и все, бюстгальтер исполчен это брак, мы даже там возвращали несколько чашек, потому что не смогли их не рассадить по груди, никак она не расплавилась, вот она сломалась, и вот эти вот полосы вот так вот стояли, поэтому здесь надо подбирать, а вот ваш крысло это какое ценовое категорие? он 5200, вот, у Наталии сейчас здесь ассортимент сформирован в основном из базы, почему, потому что как бы мы все не хотели с вами рюшки чего-то какого-то там секса, а все приходят за стандартным базовым бельем, и дальше мы, в зависимости того, как сформируется клиентская база, да, из расчета, какие самые популярные размеры, Наталья привезет красоты, сейчас как раз начало сезона, сейчас будут приходить большие поставки красиво, поэтому смотрите, следите за анонсами, плюс за счет системы лояльности, да, за рекомендации мы вас будем благодарить, потому что мы очень рады, когда к нам не по рекламе приходят, а когда приходят по рекомендациям, и тех, кто нас рекомендует, мы всегда благодарим кэшбэком, то есть вы можете получать кэшбэки не только за свои покупки, но и за покупки своих подруг, при этом ваша подруга получает все те же самые бонусы, что получаете вы и приветственные баллы, и кэшбэки с покупок, и поздравления на день рождения, поэтому я приглашаю сейчас первых желающих, кто хочет, например, если у вас есть в Кутно, у меня дочь в Москву придет, в какой-то из ваших салонов, она будет иметь те же кушки, чтобы приедет. Да, приедет. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok